столько вопросов ребят по поводу соковыжималки вот думаю сдай-ка я сниму вам ее еще раз она называется вот омега видите название омега я еще прикреплю в конце видео ссылку на эту соковыжималку и где ее заказала и как точно модель называется эта насадка тоже снимается вторая одевается то есть не полностью то что внутри меняется и можно делать как я поняла лапшу еще что ли там вот по инструкции посмотрите сами поизучаете но мне это не нужна функция я использую только для того чтобы делать и выжимать сок и в основном только сок сельдерея я выжимаю хотя можно много что давить на ней очень мощный двигатель и в то же время выжимает бережно что сохраняет витамины сельдерея а сок сельдерея очень полезен я о нем много говорю он меня вылечил за мои три года головокружение я вылечила но наверное не только сок сельдерея наверное еще то что я сделала очищение печени наверняка это все вместе ребят давайте с вами поговорим сегодня на тему так настроим камеру на тему вот спрашивают того что забираю детей мусульманских семьях да да я тоже об этом много слышала много получаю сообщение об этом в instagram тоже пишут об этом очень часто спрашиваете в instagram тоже люди об этом спрашивают что я могу сказать по этому поводу мое мнение конечно же это мое личное она может совпадать также и не совпадать с вашим мнением но я скажу как человек который проживает швеции как ситуацию чуть-чуть изнутри я конкретно не знаю что происходит в семьях этих людей у которых за ним забираю детей я конкретно ситуацию не знаю я просто скажу то что я то что и лично знаю я по общем да почему вот вы все говорят ни за что забираю детей насколько я знаю ни за что не забираю детей есть одно недоразумение то что нам кажется ни за что для шведов считается нарушением прав человека то есть ребенок это человек нарушение прав ребенка как хотите называйте и то что нам кажется это нормально это ничего это ни за что для них то считается нарушением закона вот простая истина то что мы не можем понять и то что мы то с чем мы не можем смириться что я могу сказать я могу только сказать то что мне очень жаль этих родителей не дай аллах оказаться в такой ситуации храни аллах всех родителей от такой ситуации но и все-таки думаю что нужно то что я думаю по этой по этим ситуациям что нужно больше разговаривать детьми как сказал один очень умный психолог вы не могу сейчас припомнить его имя фамилию если у вас не клеится с детьми когда у него спросили отношения не клеится с детьми он сказал добавьте больше любви дайте больше любви когда сказали не получается сказал еще больше любви о чем это говорит я как я понимаю это о том чтобы быть и детьми добрее что ли быть любить своих детей во первых любить очень сильно нужно любить своих детей но это я сейчас не хочу сказать о том что в этих семьях у кого забирают детей что они не любят этих своих детей каждый любит по-своему каждый проявляет чувства по-разному и каждая ситуация конечно уникальная я не могу не знаю конкретно что у них происходило очень жалко что это вообще происходит но также могу сказать да если с другой стороны посмотреть вот приезжая допустим арабские эмираты мы же соблюдаем законы эмиратов то же самое швеции просто нужно соблюдать законы это не означает что мы должны становиться шведами и все стать шведами нет конечно же у нас своя культура у нас свои законы у нас свои правила которые тут и дома но просто их нужно прививать как-то мягко что ли как то чтобы ребенок их нужно прививать постепенно аккуратно мягко допустим возможно если я жила тоже в нашей стране я об этом даже не думала под затыльник и все я сказала и . да тут приходится работать над отношениями конечно же я сейчас о своей личной ситуации рассказываю тут приходится разговаривать больше с детьми но я своих детей люблю обожаю я с ними так и так разговариваю и очень много провожу с ними время объясняю если что-то нельзя куда-то нельзя я конкретно говорю почему это нельзя почему я считаю что это нехорошо и пока слава аллаху маша лошадь не сглазить это работала бы работала до сегодняшнего дня поэтому я не знаю что происходит в тех семьях либо там нет взаимопонимания либо там не знаю я что бывает еще знаете такие ситуации когда в детском саду или в школе учитель бывает не взлюбит родителя да или ребенка или родителя и все время вот это происходит между ними колки отношения что учитель постоянно подливает как будто бы масло в огонь при малейшей какой-то ситуации он жалуется социалки такие ситуации тоже бывают если такое происходит то лучше конечно поменять школу и уйти подальше от этой учительницы да к сожалению такое происходит но один большой плюс и то что радует что в швеции нет пожизненного лишения прав то есть человеку дается миллион шансов для исправления родитель может исправиться также вот читала тоже в газете родители наркоманы им дается шансы допустим они какое-то время не принимают наркотики сдают кровь что они чисты и забирают своих детей домой разные ситуации то есть их пожизненно не лишают родительских прав и ребенка можно всегда вернуть свою семью это что и это я считаю большим большим плюсом что также есть же действительно же неблагополучные семьи которых действительно нужно забирать детей да вот подумайте сами представьте есть семьи где родители допустим наркоманы или же тиран семье отец избивает и мать и детей но разные да в жизни ситуации бывают и действительно есть ситуации когда детей нужно забирать но есть ситуации когда казалось бы ну нет причины без причины забирают но шведы находят эту причину потому что наши менталитеты разные мы не сходимся с ними в наших менталитетах вот в чем проблема и тоже так же считаю что если людям тяжело здесь жить с детьми попытаться как-то сделать так что ты типа исправился ты теперь все живешь по их законам забрать своего ребенка и просто уехать из этой страны другой другого выхода я не вижу если люди считают что они не делают никаких нарушений у них забирают детей то только покинуть страну стать самостоятельным естественно чтобы не быть зависим от социалки стать самостоятельным сделать свой самостоятельный доход и чтобы сказать спокойно аривидерчи швеция и уехать отсюда зачем жить и мучиться в этой стране например я это я например люблю швецию я я не могу конкретно сказать на что я там жалуюсь я жаловалась зимой было когда подняли нам на все кризис в стране туда конечно волком выло и сейчас немного бывает скриплю зубами ну так чтобы конкретно пожаловаться погода еще гнобит и налоги большие такого нет чтобы я сказала швеция не хорошая я хочу уехать отсюда все пока все устраивает медицина образование все бесплатно считаю это большой жирный плюс законы вроде как бы соблюдаются но пока как то так да нету такого чтобы я сказала хочется покинуть эту страну единственное хочется к теплу вот это да и по родным скучаю да и насчет родителей в Турции проживает свекровь моего мужа не моя мама мои родители проживают в Киргизии они также там и остались и живут в Киргизии и сестры мои и брат также живут там же я одна уехала в Швецию про очищение тоже будем чуть больше говорить но к этому мы придем с вами попозже после Рамадана я думаю если сейчас хотите немного то скажу начинайте ваше утро не только с одного стакана но потихоньку начинайте водить сначала для удобная для вас пусть будет эта порция воды стакан воды допустим и пол лимона туда выжимаете и обязательно пейте воду с лимоном по утрам и немного можете в меду добавить не можете а добавляйте желательно немного меда вода не должна быть ни горячей ни теплой должна быть либо комнатная либо с под крана холодная то что все теплое и горячее делает обезвоживание поэтому очень важно это по медикам медиум пить холодную воду желательно и в течение дня также желательно пить побольше воды с лимоном если хотите почистить печень то рекомендация первое начале дня до 15.00 не есть никаких жиров после 15.00 уже можно позволить себе немного расслабиться почему это делается еще раз скажу это потому что печень наша самой ночи и до 15.00 дня пытается вывести токсины с организма и когда мы едим жирную пищу мы затормаживаем этот процесс что потом приводит к засоренной печени оттуда и все болезни начинают выходить все-все-все практически наши болезни от неправильной от неправильного питания девочки очень много чего прочитала очень много чего теперь я знаю еще много буду вам об этом рассказывать буду делиться об этом у нас была такая ситуация лично у меня на моем опыте была такая ситуация что моя средняя дочь Селин она была всегда скованная она не хотела к врачам ходить она до сих пор и мало с кем такая здоровается к ней нужен такой свой подход она очень стеснительная и зажатая и к нам приходила бумага о том что дети должны каждый год приходить на контроль к зубному также взрослые но взрослые хотят ходят хотят не ходят пришла один раз мы не пошли пропустили я сообщила что мы не придем так как почему мы не пошли Селин все говорил нет я не хочу я не пойду я не пойду ей было тогда годика может 4 или 5 точно не припомню но где-то в этом районе я думаю 5 может было и в общем не хотела она ходить никак протестовала я не пойду второй раз приходит на следующий год мы опять пропускаем и идем и приходит бумага после этого пропуска о том что если вы не придете мы не привожу ребенка или мы не приведем ребенка на контроль к зубному то будет подключаться социалка сейчас воду дам районе и тогда я сказала Селине дочери я сказала Селин и вот так пришло письмо если мы с тобой не идем к зубному то либо меня накажут либо тебя у нас заберут и помесят в другую семью потому что я считаюсь нехорошей мамой потому что я тебя не вожу к зубному она как миленькая вы знаете перед меня засобиралась на второй день мама говорит надо не опоздать нам нужно к зубному перед меня побежала к зубному и после того дня ни раз не пропускала она ни врача ни зубного она боится что ее у нас заберут и так же с Лейлой старше было когда бывают конфликтные ситуации вы сами знаете ребенок взрослеет всякое бывает и цапаешься и ругаешься и не слушаются и я говорю мне нравится иди в другую семью иди пусть тебя шведы растят мама зачем так говоришь как бы я рада да что дети любят и если меня долго нету они скучают и ищет меня что как бы почему я об этом сейчас говорю потому что есть много ситуаций в которых дети сами жалуются на родителей и социалка приезжает просто забирая детей не сообщая родителям что они это сделают прямо со школы из детского сада увозят и родители даже может быть ой родители об этом может быть даже и не могут знать детально я не знаю им сообщают или нет ребенок может по секрету пожаловаться и его забирают из семьи но как еще раз повторюсь у родителей есть миллион шансов для исправления он может показать о том что он все он теперь районочку что он теперь супер пупе родители что он будет добрым как бы да может быть он и всегда добрый я вообще образно говорю что у человека есть миллион шансов для исправления и вернуть ребенка в свою семью так что не будем девочки о плохом все здесь нормально немножко конечно может быть какое-то преувеличение есть в этих ситуациях у нас есть знакомая кто работает кстати в социальном и она говорит что в основном изымает детей Раяночка ну ты песни не пойми тут изымает из семей которые действительно дети нуждаются в том чтобы их забрали я у нее спросила реально вы забираете вот без причин она говорит нет сначала все контролируется проверяется что действительно ребенок ребенку в этой семье плохо либо ребенок сам пожаловался сказал что меня там бьют например или или говорят родители там мама или папа бьют или папа бьет меня и маму прямо вот прямо так жалуются и тогда вот прям со школы или с детского сада забирают детей или же бывает рассказывают дети что папа маму бил не ребенка а папа маму бил или ударил и тогда тоже в такой ситуации могут забрать считается как бы неблагополучная семья и ребенка изымает с этой семьей Мама угу вот такие вот они шведские законы немного странные немного где-то может быть несправедливые не знаю я пока не сталкивалась с такой несправедливостью что темно так стало но узнала недавно недавно знаете что узнали мы что если к нам допустим заходит вор во двор да в дом заходит вор даже если это вор и он подскользнется и упадет во дворе сломает руку или ногу и он может на нас подать заявление мы должны оплатить ему представляете его руку ногу чтобы медицинское лечение даже если он заходил нас обворовать у нас дома во дворе как бы упал а по закону если твой двор ты должен во время снегопада во время гололеда посыпать песком чтобы на твоем дворе никто не упал то есть даже если человек пришел без спроса подскользнулся упал сломал руку это ложится на плечи хозяина этого дома представляете вот такие вот смешные можно сказать законы местами такая вот она эта швеция но еще раз скажу для того как бы не напоминает в этом году можем страдать по услов created вас хотя ни на этой 20 � Porque И заняла первое место Потому что люди дольше живут По медицине По образованию Трудоустройство Насколько люди инвестероспособны Насколько могут люди Заниматься инвестициями Не упади Вот так вот Немного коротко вам о Швеции И сегодня тоже рассказала Спасибо всем большое за внимание Пишите, не стесняйтесь Еще раз всех благодарю За ваши красивые душевные комментарии Я все читаю, мне очень-очень приятно Спасибо вам большое Низкий-низкий вам поклон Очень приятно Пишите, задавайте вопросы Я буду по возможности стараться на все отвечать Ребенок мой по столу лазит Боюсь упадет Буду стараться отвечать Не забывайте лайкать И подписывайтесь